Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Без посевов яблок и груш. Обернутся ли заморозки снижением урожая в регионе? Вместо свалки и зарослей на лесном пруду в Барнауле готовят земельный участок под застройку. Отдых небюджетный. Где и почем будут отдыхать этим летом жители края? В сети появились кадры задержания Виталия Манишина. Мужчина уже вряд ли нуждается в представлении. Именно его считают вероятным политеховским маньяком. Фамилия, имя, отчество? Манишин Виталий. Человек месяц, год рождения? Десятого, одиннадцать восемьдесят. Мы сотрудники управления уголовного розыска, сотрудники следственного комитета. Сейчас по постановлению следствия в вашем доме будет произведен обыск. Ясно? Накануне в Калманском районе прошло первое слушание по делу. Напомним, политеховского маньяка искали больше двадцати лет. Манишина обвиняют в убийстве одиннадцати человек в период с восемьдесят девятого года по двухтысячный. Следующее заседание пройдет семнадцатого июня. Земельный участок под застройку на лесном пруду в Барнауле подготовят до конца этого года. Вместо свалки и зарослей, обещает застройщик, здесь появится ровное намытое место с укрепленными берегами реки и набережной. А в будущем проект должен стать толчком для развития инфраструктуры огромной территории, включая частный сектор. Что ждет микрорайон Булыгина и стоит ли волноваться его жителям, смотрите в сюжете. В первую очередь работы будут проводиться здесь. Будет сделано выполаживание, спрямление, дно углубления, подпорная стенка и подсыпка площади участка. Известная дамба на Бурнауке в районе Булыгина. 20 с лишним лет она оставалась заброшенной, а ее берега все это время заболачивались. Но уже совсем скоро в акватории Бурнаула начнут создавать искусственный участок под жилую застройку. Масштабный проект получил положительные заключения многих экспертиз, в том числе экологической. Уже началась расчистка территории от мусора. Им буквально завалены заросли бывшего лесного пруда. После завезут грунт, чтобы засыпать и выровнять отведенный участок. Никаких опасений по повышению уровня грунтовых выводов быть не может, потому что мы этим проектом занимаемся уже длительный период. Не стоит бояться этого. Наоборот, будет все сделано благоустроено. Укрепят оба берега, построят протяженную набережную вплоть до Красноармейского проспекта. А главное, уверяет застройщик, их проект даст импульс для развития инфраструктуры огромной территории. И только многоэтажками дело здесь не ограничится. Помимо всего прочего в проекте, в первую очередь, учтены социальные объекты. Это будут построены детские сады, школа и поликлиника. Проект жилого комплекса, говорит председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, будет способствовать и развитию дорожной сети города. В перспективе рядом предполагается построить так называемую четырехполосную дорогу жизни – Большую объездную Мамонтовскую магистраль. Она внесена в обновленную версию генплана города, разработан проект объекта, осталось найти источники его финансирования. Планируется, что дорога грузового движения разгрузит существующую дорогу по улице Кутузова. То есть будет исключено движение транзитного транспорта по улице Кутузова, тем самым перенесен этот транзитный транспорт на создаваемую Мамонтовскую магистраль. Масса проведенных исследований и изысканий, положительных экспертиз позволили застройщику в мае этого года получить разрешение от Министерства природных ресурсов края на создание искусственного земельного участка. Правда, этот факт вызывает беспокойство у жителей прилегающего поселка Кирова. И так кто-то с транспортом плохо еще застроит, это вообще… Рано или поздно сюда город все равно придет. В советское время был пляж там, и там был как бы хозяин государства. Потом это все забросили, кто-то взял в частники, кто-то в это… И понимаете, вот когда перестройка, его все это забросили, там нету хозяина. Но не все разделяют опасения. Есть и те, кто рад изменениям. К примеру, в заключении к общественным обсуждениям проекта из 13 отзывов больше половины положительное. Как человек неравнодушный, хотела бы отметить, что проект застройки берега Барнаулки, который рассматривается в мае на вашем сайте, это перспективный план по развитию Барнаула и хороший задел для получения новых рабочих мест не только в строительной отрасли, но и для архитекторов, для зеленителей, для торговли и производства материалов. Проект засыпки берега поддержали и 200 из 230 жителей Булыгина, принявших участие в опросе, который провел застройщик. В комментариях же люди в основном выражают надежду на то, что запущенное место в городе с самовольными свалками мусора превратится в современный семейный квартал. Елена Макаренко, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Дожди, ветра, заморозки. Погода на Алтае в начале июня жители не балуют. Ну а дачники и фермеры и вовсе вынуждены принимать разного рода меры, чтобы минимизировать потери урожая. Какие и что прогнозируют синоптики на ближайшие дни, знает Валентина Аскерова. Для развития овощей и ягод нужна оптимальная температура от 15 до 28 градусов тепла. Температурного комфорта будущие дары земли были лишены. Прошлую неделю Алтайский край находился в плену дождей и заморозков. В некоторых районах температура опускалась до минус 2 градусов. Растения, конечно, не умрут, они дадут урожай. Но урожай будет не такой великий, а будет такой средненький. Ну вот приведу пример. Семена произрастают, прорастают в почве при 12 градусах и выше. Если мы с вами наблюдаем вот последние недели ночные или дневные температуры 4, 6, 9 градусов, то можно здесь говорить о плохом самочувствии наших растений, рассады, семян. В теплицах ситуация лучше. Благодаря укрывному материалу получается сохранять оптимальную температуру. Поэтому урожай садовод получит гарантированно, отчего не скажешь о посадках на открытом грунте. У каждого садовода есть свой метод спасения и повышения урожайности. Например, широкое применение укрывных материалов. Лутросил или спонбонд – это такой нетканный материал, который гарантированно повышает температуру и создает благоприятные условия для развития. Пусть это будут томаты, помидоры, огурцы. Что касается посевной компании, то аграрии говорят, дожди в нее внесли свои коррективы, сдвинув на целую неделю. Неделя задержки, плюс сегодня с обеда только дал работать. Вот в подобных условиях это влияет. Влаги много. Не сказать, что это плохо, но и избыток ее тоже нехорошо. Работать не дает, агрегаты и идут, трактора буксуют. Насколько непогода скажется на урожайности, пока сложно судить, говорят фермеры. Все зависит от дальнейшей благосклонности небесной канцелярии. А между тем, в ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют непогоду. Дожди, местами сгрозами и усилением ветра до 15-18 метров в секунду ожидаются в большинстве дней недели. Температура ночью составит плюс 7, плюс 14, местами до плюс 3, плюс 5 градусов. 5 июня на всей территории края от 3 до 8 градусов тепла. Это наиболее холодная ночь на этой неделе будет. Во второй половине недели ночные температуры будут не столь суровыми. Повысятся до плюс 10-17 градусов. А ближе к выходным Алтайский край накроет долгожданная волна тепла. Температура поднимется до 28, а местами даже до 32 градусов. А это значит, что шансы на урожай еще не потеряны. Валентина Аскерова, День с толком. Жители Алтайского края начали привыкать к высоким ценам на отдых. К такому мнению приходят в турагентства. Несмотря на то, что путевки в тот же Таиланд стоят в разы дороже, чем в допандемийное время, люди копят деньги или летят в рассрочку. Какое туристическое направление сейчас наиболее привлекательное у жителей региона, расскажем в сюжете. Туроператоры советуют ускориться, если вы планируете летний отпуск. Пока еще есть хорошие тарифы, отели. Большим спросом у жителей Алтайского края пользуются Черное море. Сочи, Абхазия. Несмотря на то, что объективно уже подорожали билеты и в отели, и у авиакомпании, туроператор, который сформировал туристические пакеты с вылетом из Барнаула, заранее выкупил блоки мест в отелях и у авиакомпании. И поэтому с вылетом из Барнаула сейчас есть выгодные цены. Особенно на июнь, начало июля и сентябрь. Например, в Абхазию гостевой дом на неделю стоит от 40 тысяч на человека. Сюда уже входит перелет, трансфер, проживание и трехразовое питание. Как всегда, из соседнего Новосибирска вариантов больше. Есть туров в Таиланд, Египет, Эмираты и не только. Накануне из Красноярска появились вылеты на остров Хайнань. Ранее прямые рейсы туда были только из Москвы. И все же самый популярный маршрут у жителей края – Турция. И это единственное зарубежное направление из Барнаула на данный момент. На многие варианты позиции цена практически не выросла, если мы будем говорить в рублевом эквиваленте. Но мы должны понимать, что в Турции за год, за последний, произошла очень большая инфляция. Поэтому мы можем даже говорить о том, что цены на отдых в Турции снизились. Именно из-за того, что они нам продают, нам путевки уже по цене дешевле, по их стоимости дешевле, чем это было в прошлом году. То есть снижения цен нет, но и нет резкого скачка. В начале лета у нас цены будут начинаться где-то, если мы говорим с Новосибирской вылеты, дней на 10, где-то от 50 тысяч на человека. К концу сезона, то есть август самый пик, это будет где-то от 70-75 на человека. Из Барнаула же цены повыше. Из Барнаула начинаются в июне от 70 и уже к августу растут до 1080-85. Из Барнаула традиционно можно вылететь туром в Казань, Санкт-Петербург, хоть на неделю, хоть на три дня. Также есть интересные программы, когда за одно путешествие можно посетить два курорта. Например, Барнаул, Казань, Махачкала, Дагестан. Причем у Дагестана не только отличные экскурсионные возможности, еще и можно отдохнуть на теплом Каспийском море. Или, например, Барнаул, Казань, Калининград. Барнаул, Казань, Грозный. Не исключено, что в ближайшем будущем из Барнаула можно будет улететь в Минск. А к зиме, скорее всего, вернется Таиланд. Первые вылеты из Барнаула в этом году показали, что жители края соскучились по этому направлению. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Между тем, каждый второй россиянин планирует провести летний отпуск дома. А именно 53% от всей численности населения. Такие данные по результатам исследований предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения. А что в планах по летнему отдыху у барнаульцев, выясняла наша съемочная группа. Планирую немного отдохнуть. А немного это сколько? На сколько будете брать отпуск? Не знаю, на неделю где-то. А куда хотите поехать? Ну, в Горный Алтай, видимо. А почему именно Горный Алтай? Ну, близко. В Горном Алтае с друзьями. Пожалуй, банально. Горный? Почему все едут в Горный? Близко, доступно, красиво. Ну, а в плане финансов, насколько это доступно? С недавних пор не очень доступно, на самом деле. Но пока что можем себе позволить. Отдых в загородном доме, встречи с друзьями, приятные вечера. Игра на гитаре, что-то такое. Село Шатунова, Залесовского района. А что там планируете делать? Планирую делать. Приедем, будем собирать ягоду, клубнику и будем на озере плавать. Я пенсионер, поэтому заниматься надо дачей и отдыхать. Виноград, яблони, все ягоды, то есть все есть. Первый раз лечу в Турцию, до этого в Таиланде отдыхали. Если сравнивать бюджет, например, Горный и Турция, что скажете? Турция дешевле, чем Горный. Дефицита кадров в детских загородных лагерях в Алтайском крае в этом году не будет. Работу над ошибками в Министерстве образования сделали. И на данный момент 420 вожатых краевой школы вести за собой завершают подготовку к рабочим сменам. 11 июня они получат свидетельство о профессиональном обучении. В прошлом году обучение прошли меньше 150 человек. Как организовывать детский отдых профессионально и как оплачивается такой труд, узнавала Дарья Ерошина. Репетиция зажигательных лагерных танцев в разгаре. Скоро вожатые будут разучивать их вместе с детьми, а сейчас сами доучивают то, что получили от опытных экспертов на инструктивно-методическом сборе. Безусловно, акцент в нашей школе подготовки вожатых сделан на формирование практических умений и навыков. И, собственно говоря, данный инструктивно-методический сбор, на котором мы сейчас присутствуем, моделируют реальные условия, в которых будут работать наши вожатые на летних сменах. Школа действует еще с 2013 года. В качестве экспертов здесь как преподаватели Барнаульского педуниверситета, так и вожатые с многолетним опытом. У нас появились занятия по спортивным бальным танцам, чтобы вожатые были прокачаны в этой опыта. Также нейропсихологическая площадка, также развитие креативности, развитие медиасферы, театрализации и многое другое. То есть мы хотим, чтобы в первую очередь наши вожатые были всесторонне развитыми личностями. Работа и общение с детьми – это не только танцы и развлечения. Вожатым необходимо поддерживать дружескую атмосферу в детском коллективе. И этому тоже обучают. Как наладить сотрудничество со своим партнером, другим вожатым, как сплотить детский коллектив, то есть как предотвратить конфликты, как превентировать буллинг. Они набрасывали банк решения данных проблем, как решаются эти проблемы, через предложение всех участников, которые были задействованы на площадке. В этом году, как рассказали руководители школы подготовки вожатых, выросли зарплаты для таких специалистов. Зарплата, она разная в зависимости от того, какой это лагерь, какая организация. В пределах от 14 до 20 тысяч рублей за смену. Свидетельства о профессиональном обучении ребята получат уже 11 июня и смогут на полных правах входить в профессию. Об этом, несмотря на сезонность работы, задумываются и те, кто будет вожатым в первый раз. Ну, основная профессия, скорее всего, у меня будет профессия учителя, но каждое лето, по возможности, я, естественно, буду работать вожатым. Организаторы школы подготовки вожатых надеются, что 420 их выпускников займут свободные места в организациях нашего региона, а спрос на них действительно высок. Стоит отметить, несмотря на то, что вожатые вкладывают большие физические и психологические ресурсы в свое дело, его они выбирают по зову сердца и невзирая на трудности. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев, День с толком. Самый юный визажист края, которая теперь еще активно интересуется музыкой, ко дню защиты детей получила в подарок песню. Но написали ее не обычные композиторы, а осужденные Барнаульской колонии. Подробнее о необычной музыкальной коллаборации смотрите в сюжете Юлии Щепиной. Всем привет, с вами Варвара, 10 лет. Да, такой юный визажист – это успех. Я, как русский джекистар, Барнаульская Гуара. Такую песню собственного сочинения на выпускном изначальной школы исполнила самый юный сертифицированный визажист края Варвара Кольченко. Я мечтала с этой песней выступить на выпускном, решила, но почему бы и нет. Учительница, конечно, была в шоке, так и, в принципе, как и у всех. На удивление, я очень быстро написала эту песню, всего лишь за вечер, хотя никогда не писала стихи. Кстати, музыку создавали дольше – около недели. А в роли композиторов выступили два парня, отбывающих наказание в Лио-1. На данный момент все это звучит отвратительно. Но у этого есть прикольная идея. Так выглядит рабочее пространство для создания электронной музыки. Да и процесс написания треков чаще всего спонтанный. Вот, допустим, яркий пример. Вот мы взяли кусочек, и вот он посмотрел и определил нам ноту. То есть вот она, собственно, тональность. По такому принципу это было сделано. В данном случае у ребенка была тональность Ре-минор. А дальше пошел процесс уже написания. То есть, зная тональность, уже все становится проще. То есть, в каждой тональности есть свои ноты. Андрей занимается музыкой около 10 лет. Сам изучил эту кухню и играет на всех виртуальных инструментах. В первую очередь это всегда было хобби. То есть, поэтому... Ну, опять же, в Барнауле были у меня студии звукозаписи. Но я в силу того, что это было хобби, то есть я увлекался больше в свое удовольствие. Опершись на плотину Ленский, давно нетерпеливо ждал. Между тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Еще один талантливый осужденный выпускник Алтайского института культуры, экс-актер театра Максим Цыбанюк. Работаю над оккультуриванием, так скажем, места, пространства других осужденных. Ну, имея, грубо говоря, творческое образование. Занимаюсь тем, что веду мероприятия, на них, опять же, читаю стихи, занимаемся новостями, опять же, озвучкой непосредственно с Андреем, треков каких-то работ. Кстати, музыку для Вари ребята написали и подарили к празднику Дня защиты детей. Мне песня очень понравилась, и музыка очень клево звучит, прям под меня, отражает вообще меня. В планах у Вари снять клип и написать еще несколько песен. А пока она записала видеообращение для Андрея и Максима. Спасибо вам большое, что написали музыку для моей чудесной песни. Я, как и мечтала, исполнила ее на своем выпускном. Желаю вам творческих успехов и побыстрее освободиться. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. «Десять грибцов», «Рулевой» и «Барабанщик» – это стандартный состав команды по гребле на драконах. За звание лучших на Барнаульском грибном канале в рамках третьего краевого чемпионата сражались 18 команд. Представители предприятий, спортивных клубов и студенты гонялись на дистанции 200 и 500 метров. Что о соревнованиях говорят сами участники, смотрите в следующем материале. Так стартовал третий краевой чемпионат по гребле на драконах. Этот вид спорта набирает популярность. Каждый год увеличивается количество команд. К примеру, в этом году их 18. Среди спортсменов, студенты вузов, спортивные клубы и сотрудники различных предприятий. Состав команды – 10 грибцов, рулевой и барабанщик. Самое тяжелое. Меня сразу посадили на руль, как-то так выбрали. И самое тяжелое было понять, как управлять данным судном. Не тяжело вообще управлять? Первые 10 минут – да. А затем уже начинаешь привыкать и ловишь момент. Ловить моменты, задавать боевой темп и настрой – задача для барабанщика. Барабанщик – это ключевое звено лодки, я считаю. Нет, на самом деле барабанщик – просто связующая цепь между каждым участником лодки. Для того, чтобы мы были гармоничны, единовременны и быстры. Кстати, этот год удивляет и наличием исключительно женских команд. Прошлый год у нас были только миксы. В этом году появились еще женские команды. Мужские команды еще не набираем. Все пока хотят гоняться миксами. То есть 6 мужчин, 4 женщины на веслах, рулевой и барабанщик, независимо от пола. То есть мы сегодня гоняемся на 200 и 500 метров. 29 и 30 июня уровень повысится до международного. На Барнаульском грибном канале пройдет международный культурно-спортивный праздник – алтайская регата, фестиваль драконов. Приезжают команды, причем национальные сборные из стран – Индонезия, Малайзия, Филиппины, Мниама, Вьетнам, Камбоджа, Индия, Узбекистан и наши российские команды. Надеемся, что из Китая тоже приедет команда. Есть шанс, что от Алтайского края выступят несколько команд. Впрочем, заезды обещают быть жаркими на 200, 500, а особенно на 2000 метров. Ведь по расстоянию эта дистанция практически огибает весь остров. Юлия Щепина, День с толком. В Барнауле провели соревнования по ножевому бою. Посмотреть на изящные удары и фланкировку пришли дети, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Подробнее о самом виде спорта и проекте «Школа мужества» расскажем далее. Для Засимы Сорокина такой казачий танец с клинковым оружием едва ли не рутинное занятие. Однако для зрителей в парке «Изумрудном» его выступление стало своего рода хорошим рекламным ходом, чтобы люди остались посмотреть на соревнования по ножевому бою, звездой которых стала Полина Пушкарева. Хотя занимается она всего полгода. Ради интереса пришла, первый курс поступила в Алтайский архитектурно-строительный колледж и вот решила попробовать себя во всем. Чем понравилось, чем затянуло? Мне интересна вся военная тематика. Это у меня с детства. Да, вот откуда такой интерес именно? Ну, у меня папа, он часто мной, он с детства мной занимался, там физическая подготовка, все это воспитание. Хотя со стороны такой бой и выглядит немного опасно, переживать не стоит. Ножи полимерные. Ими бойцы наносят удары или уколы в определенные зоны на теле. Чем смертоноснее такое было бы в реальной жизни, тем выше оценка. Например, если попасть в голову, то поединок завершается. Поэтому время схваток варьировалось от пары секунд до нескольких минут. Главная идея таких соревнований – подготовить бойцов к реальным условиям. Готовлю ребят до призывной подготовки, чтобы дальше они шли, в войска попадали, в хорошие. Потому что некоторые клубы, юная армия, вот это им не занимается. У них в основном маршировать и так далее. А мне нужно, чтобы какой он ушел, такой он и пришел. Диванные войска не готовим. Гостями турнира стали подростки с жизненными трудностями. Они сюда пришли в рамках проекта «Школа мужества». Программа создана для воспитания патриотизма и развития устойчивости к любой жизненной ситуации. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...